так добрый день следующий этап столешник конструкция примерно будет у нас вот такая я сейчас уже не буду популярна и слишком долго рассказывать зачем почему я так делаю на канале есть очень много видео где я объяснял именно свой подход почему именно так а не так фанера шпонированная шпон ясеня оклеена деревянными рейками соответственно здесь видно что выступ как с одной так и с другой стороны сейчас снимаю струбцины и все это буду выравнивать попробуем показать все как и делаю по порядку значит вот эти вот рейки по длине не обрезал сейчас обрежу так на даже не на чистовую обрежу а просто обрежу так где-то по сантиметр вот так просто по обрезаю почему потому что когда я уже потом сделаю саму рейку вот эту вот фрезерованную которую я просто раз показывал где она сейчас покажу вот она будет уже когда я подставлю сюда снизу соответственно будет рейка потом еще такая полукруглая будет речка идти и потом уже этот сэндвич уже потом я думаю что я его уже потом весь обрежу чтоб мне не обрезать сейчас вот например в чистовую раз обрезать потом другой раз потом третий раз я думаю что я уже все это дело возьму и задним махом обрежу пока так чисто исправить так 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 здесь конечно не фонтан это или обрежем или за или покрываем потому что я делаю запасом всегда как раз было и что там здесь получается запасом так все снимаю струбцины и дальше выравниваю вровень как с одной стороны вот так вот рядом что будет видно вот как с одной стороны с лицевой так и с тельной стороны выравниваю что у меня получилось тельная сторона здесь особо даже рейку не брал вот например сразу же возникнут вопросы да почему не цельные а здесь смысла особо-то и цельной нет цель этой рейки чтобы выравнивать одинакую плоскость и чтобы держалась вот эта рейка вот такая конструкция здесь не обязательно совсем что было цельная рейка как как с этой так и с стороны совсем не обязательно можно даже с кусочком здесь выклеивать они свою задачу будут выполнять самое главное это держать держать эту рейку вровень чтобы не выравнивать потом уже будут когда перестенки крепить чтобы оно было все в одном уровне значит дальше выравнивать как я это буду делать все выравнивать уже много раз показывал опять же таки заостряться не буду таким фрезером обзор тоже делать не буду потому что уже много-много раз показывал и рассказывал кто на канале смотрел того вопроса уже не возникает ну по крайней мере сейчас выравниваю как тыльную так и лицевую сторону понятно да опять же таки много раз показывал вот таким образом идет фрезеровка снимаем лишнюю часть которая не нужна и у нас получается в один в один уровень одной плоскости есть выравниваем как с одной стороны соответственно и с другой стороны тоже далее далее сейчас наверное нарисую покажу что я буду делать дальше смотрите что какой дальше дальше здесь принцип идет у меня в столешне рисую как она как она будет так дальше здесь у нас идет вот арейка который делал с этим с квадратиками и здесь будет еще вот так идти еще так вот есть вот если нарисовать уже более так значит что я буду сейчас делать я сейчас саму столешнюю не буду фрезеровать вот это вот вот этими фрезами да я сначала на фесту посажу эту линейку эту рейку посажу почему так потому что когда уже здесь будет фрезеровка ставить саму домино сам фрезер домино подошвой будет не очень удобно а так когда есть меня вот эта вот плоскость вот эта вот плоскость мне намного легче сам фрезер ставить и подфрезеровать под чтобы закрепить эту рейку с тыльной стороны ну так легче немного потому что как-то раз было что я сначала фрезернул все потом подгонял но неудобно я уже знаю наперед что я хочу то сначала я буду подгонять эту рейку даже вот ее возьму посажу на стул на доминошке зарежу под угол 45 а потом уже все это дело сниму и буду делать уже сами фрезеровки вот здесь вот так так будет мне проще и уже не первый раз когда так делаю так лучше и так вот подогнал эти вот детальки вот таким образом здесь все сожмется все быть нормально так как с одной соответственно так ну вот подогнал эти детали соответственно таким образом на доминошке посадил здесь все это дело стянется притянется зарезка соответственно под 45 есть ну и вот сейчас эти уже все сейчас сниму эти рейки соответственно и уже начну фрезеровать уже саму столешню как с одной так и с другой стороны так намного легче и и проще как мне кажется так дальше вот заднюю часть да здесь тоже соответственно должна быть рейка да но там я уже посмотрю как ее доклеивать там уже есть моменты почему потому что там уже будет задняя стенка идти из фанеры там должно быть хорошее усиление то есть я сейчас специально там это вот не доклеиваю ничего там же будем смотреть уже по месту что как правильно сделать ну что как обычно фреза стоит на фрезере сейчас ну и фрезер ну конечно же сначала лицевую потом тыльную сторону так ну и вот уже немножко опережаю события уже готовой столешню в разрезе вот такой вид она имеет так это тыльная сторона сейчас покажу лицевую так это лицевая сторона что она собой представляет ну конечно здесь все еще шлифанется цифр этих конечно же не будет вот так она вот так она смотрится так со столешней я думаю что понятно особых сложностей здесь нет в размер она уже обрезаны откладываю в сторону и занимаюсь это уже основанием почему так потому что я уже знаю скажем вот эти вот расстояния у меня уже есть я уже знаю какое мне делать основание обычно я делаю из основания но здесь немножко по-другому я вижу какое основание вот здесь будет идти у меня соответственно стоевые четыре штуки подкладочки как раз под стоевые будут идти чтобы она все в одном уровне и дальше уже я знаю какой здесь не размер нужен и буду уже делать это основание так все со столешней разобрались пускай ждет своего часа шлифовки и покраски все спасибо за внимание на этом пока до свидания